Так, ну я уже был в 12-м году, в 12-м году на данной конференции. Я представлял данные материалы, но они еще были немножко сыроваты, недоработаны. И поэтому, ну как бы, была возможность приезжать на другие конференции, но не было предмета разговора. То есть, в чем состоят мои, например, ну как сказать, доказательства? Я пытаюсь по-другому взглянуть на измерения таких объектов, как земной меридиан, земная параллель, потом измерения нашей орбиты, Солнечной системы. Ну когда, ну я вот с вами уже несколько дней, и люди, ну представители различных направлений знания, мы с вами путешествовали по тем реальностям, которые каждый человек, например, ну создал макеты в своем сознании. Сначала как бы, ну в моем сознании были неоформленные объекты. Сначала мне информация шла в другой плоскости. То есть, вот я хочу вас немножко провести по лабиринтам информационных джунглей, по которым, может быть, шел я. Я ожидал, когда мне было 42 года, в 97 году, я ожидал какого-то события, явления, интуитивно не зная, что это за событие или явление, и что должно произойти. Прилетела комета Хейли-Боппа, которая как бы дала толчок, будем так сказать, может быть, моим всем работам и так далее. И как бы вот... Я вам немножко в другой плоскости преподнесу информацию, но это небольшое такое отступление лирическое. Я увидел эту картину так. Комета, вестница богов, По небу знак судьбы чертала, Хвостом жар птицы разметала Тьму и невежество веков. Поверив сказкам стариков, Хотя зовусь и не Иваном, Я вслед шагнул за караваном, Что шел тропою трех волхов. Мы шли Сквозь заросли порока, Манил нас алчность и мираж, Но нас вела звезда Востока, Чей клад хранил из камня страж. Мы шли Дорогой легендарной, Плутали, словно Одиссей, И по пустыне Моисея Нас вез к земле обетованной, И где-то там, В ночи туманной, Чтоб уберечь нас от беды, Вдруг засверкали три звезды, Путь указав к стране желанной, Ищая отдых долгожданный И окончание пути, Господь помог сюда дойти, И на краю земли найти, На чудеса богатые, Царство тридевятое. Ну, это как бы лирическое отступление. То есть, суть моей работы заключается в том, Что наша земля имеет систему меридианов и параллелей. И почему-то на протяжении многих лет Она измеряется при помощи эллипсометрии. То есть, эллипс заложен в основу измерений. Хотя, я не нашел, почему. Я доказываю, что, например, Вот у нас в эллипсометрии, Например, геодезическая система координат. Происходит, что луч нормали, Опущенный перпендикулярно На поверхность сжатого эллипсоида И пересекая плоскость экватора, Он образует градусную меру. То есть, я немножко все это знают. Я просто как бы покажу, в чем отличие. То есть, вот сирическая система, Ну, все специалисты в своих знаниях, Я чуть-чуть кратко, как бы сказать, Сконцентрирую внимание, О чем идет работа. То есть, широтой, как сказать, Сферической системе координат Называется угол между радиус-вектором И плоскостью экватора. То есть, вот угол широты, который здесь вот. В том случае, если широта определяется Как угол между плоскостью и отвесной линией, Сферическая система координат Называется астрономической или геоцентрической. Ну, то есть, отсюда опускается, как сказать, Отвес. И мы определяем. В чем отличается, как сказать, Система координат геодезическая? Она очень разительно отличается. У нас существует, как сказать, Ось полярная. У нас существует ось экваториальная. Но перпендикуляр опускается на сжатую сферу. Когда он опускается на сжатую сферу, У нас образуется угол B. То есть, геоцентрическая угол FI, А геодезическая угол B. То есть, угол B, как определяет, Ну, как сказать, Наша математика, Это острый угол, Образованный нормалью К поверхности эллипсоида В данной точке И плоскостью экватора. Положительный по отношению к северу И отрицательный к югу. То есть, ну, если мы возьмем, Что вот у нас существует, Как сказать, Ну, Мириадиональный сектор, То угол FI, Он является центральным углом. И все градусы, которые исходят, Ну, то есть, все лучи, Которые исходят из угла FI, Они, как бы, Не пересекаются ни в пространстве, Этой окружности, Ни за ее пределами, И нигде. Если мы, То есть, как бы, И они, ну, будем так говорить, Альтполярная ось и экваториальная ось, Они образуют меридиональный сектор. И он, Вот этот угол, Он является центральным углом. Из четырех центральных углов, Ну, как сказать, Получается полностью, как бы, Четыре меридиональных сектора На поверхности планеты. Если вот этот угол B Не центральный, Он не центральный, Он проходит мимо Центр фокуса вращения планеты, И он проходит, Как сказать, Пересекает Плоскость экватора, Но продолжаясь в пространстве данная фигура, Он пересекает еще вот эту ось, Ось Z, Или, как сказать, Ну, полярную ось. То есть, получается, Что данная, Как бы, конструкция, Она имеет целую, Как сказать, Кучу ошибок. То есть, Вот если мы возьмем Экспериментально, Например, Как бы сказать, Начертим вот эти позиции, И опустим несколько перпендикуляров Относительно, Как бы сказать, Плоскости вот этой фигуры, То они не пересекутся в центре координат. Они пройдут все мимо И будут пересекаться хаотично, То есть, И в точке D, И в других точках, То есть, Они пересекутся. То есть, Эти лучи, Ни в коей мере, Не могут быть градусной мерой. Вот, Что я доказываю. То есть, Почему еще доказательства? То есть, Если мы в точке полюса Опустим перпендикуляр Строго на поверхность Сжатой фигуры, Которую именуют Эллипсом. Я же предлагаю Эту фигуру именовать Сфероидом, Только сжатым. Почему сфероидом? Потому что сфера имеет У нас все формулы. Длина окружности, Площадь окружности, Длина дуги сектора окружности, Длина дуги углового градуса, Длина радиана и все. Это считается на пальцах. Если мы возьмем Эллипс, Длины дуги окружности Эллипса не существует формула. Если только ее не привести К Сжатой окружности. То есть, Через сжатую окружность Длина дуги Эллипса Имеет такие же параметры, Как длина сжатой окружности. Я Просчитал это, Все доказал математически. Поэтому я Привожу доказательство, Что перпендикуляр Опущенный На сжатую поверхность Сферы Он никак не может быть Градусной мерой. То есть, Это основное мое доказательство. Потому что у нас В полюс, Если мы на полюс Опускаем перпендикуляр, Он пройдет строго Через всю эту сжатую окружность, Выйдет с другой стороны И образует ось Вертикальную Если мы на Поверхность экватора Опускаем Нормаль Опять же Перпендикуляр Он пройдет Через сжатую окружность И выйдет с другой стороны Тоже строго Перпендикулярно И вот эти два Перпендикуляра У нас соединяются В центре данной фигуры. Все остальные Перпендикуляры Опущенные На сжатую сферу Пройдут Мимо Этого центра То есть Значит Вот эти перпендикуляры Опущенные На полюс И на экватор Они являются Будем так сказать Координатными Нормальными Они тоже являются Нормальными Так как они Перпендикулярны Но И они образуют Мерегиональный сектор Но если Например Все остальные Нормали Пройдут мимо Вот этого Центра То Ну При всей Математической Логике Они ну Никак Не могут Быть Градусной Мерой Но На протяжении Последних Четырехсот лет Вот эта Система Координат Являются Ведущей Все геодезические Расчеты Построены Именно на Этой Системе Координат То есть Вся Поверхность Земли Расчерчена Этими Координатами То есть При помощи Параллелей Меридианов В чем Разница Между Геоцентрическая Геодезическая Система Координат У нас Есть Длинный Радиус Экваториальный Он На 21 Километр Длиннее Полярного И В геодезической Системе Координат Угол Который Идет От экватора Меньше Чем Угол Ну То есть У нас Первый Градус Экваториальный Меньше Градуса Полярного Понимаете То есть Идет обратно Парапорционально Зависит То есть Опять нарушается Ну как сказать Закон Подобие Ну то есть У нас Длинный Радиус Длинный Угловой Градус Короткий Радиус Короткий А в геодезической Системе Координат Наоборот Короткий Радиус Длинная Дуга Углового Градуса Длинный Радиус Короткая Дуга То есть Получается Обратно Парапорционально Зависит Но в математике Этого быть Не может То есть Я вот доказываю В геоцентрической Системе Координат Все идет Как по накатанной При длинном Градусе Вернее Радиусе Длинный Градус При коротком Короткий То есть И разница Там значительная И в площадях И как бы Сказать В этой Ну как сказать Я рассчитывал Это каждый градус И делал В старых своих работах Полностью Делал Расчеты Всех площадей Всех Как сказать Длин Угловых градусов И там Очень значительное Расхождение То есть И плата Гизы Там оно Как бы Смещено И все Все остальные То есть Если неправильно Рассчитана Широта То неправильно Рассчитана И долгота И координаты Сетка Координатная Сетка планеты Она Искажена Ну в общем-то То есть Моя работа Заключается В чем Что я доказываю Что Ну как Вывод В чем заключается Что луч нормальной Геодезической системы Координат Не может быть Градусной мерой Пропорционально Сжатого Сфероида Эллипсоида То есть Эллипсоид и сфероид Это одно И то же понятие То есть Если сжать Сферу То есть Мы можем Трактовать Эту фигуру Или эллипсоидом Или сфероидом То есть Но через Эллипсоид Рассчитать Невозможно Если считаем Через сфероид Получается Что Что Длина Окружности Эллипсоида Сфероида Равна Полусумме Длин Окружности Описанных Малым И большим Радиусом То есть Радиус Экваториальный И радиус Полярный Мы описываем Две окружности И берем Среднеарифметическое У нас Получается Длина Вот этого Эллипсоида Сфероида То есть И длина Меридиана Она рассчитывается То есть Длина Вот этого Эллипсоида Разделяется На 4 И получается Длина Меридиана То есть Через Пилусумму Радиусов Все это Считается На пальцах То есть Длина Нашего Меридианального Сектора Она Рассчитывается То есть Мы берем Радиус Длинный Радиус Короткий Очерчиваем Две дуги Рассчитываем Делим Напополаму У нас Получается Длина Меридиана Все То есть Элементарно Все рассчитывается На пальцах Если мы Насчитаем Если мы Считаем Через эллипс Это очень Трудная И дальняя Дорога То есть Пойдя Вот этим путем Через полусумму Радиусов Я пришел К тому Что Что остальная Часть моей работы То есть Что лучше Нормальный Не может Образовывать Центральные углы То есть Может образовывать Центральные углы Только Радиус Который идет Из центра Координат Или из центра Вращения Данной окружности Понимаете То есть Ничего тут Такого особенного Я не доказал Но вторая часть Она Ну Немножко Более Так Я хотел бы Больше остановиться На второй части То есть Несостоятельность Математической Эллипсометрии То есть В астрофизике То есть Когда Иоганн Кеплер Писал свои законы То есть Это было 400 лет назад Ну так Грубо конечно Там плюс-минус И он написал Вот эти законы Основываясь На наблюдениях Астронома Тихобрага Кто такой Астроном Тихобрага Ну это астроном Датской обсерватории Он делал Свои наблюдения Визуально Не было телескопа Не было Электронных часов Не было вообще Секундомера И часов Вообще Как таковых Не было В то время Когда делись Наблюдения И все эти наблюдения Они имели Приблизительный характер И Кеплер Выбрал Такую фигуру Как Эллипс И написал Правило Что Каждая орбита То есть Каждая планета Обращается По эллипсу В одном из фокусов Которого Находится Солнце Когда я Использовал Свою Вот эту Формулу То есть Измерил Радиус Афелия Радиус Перигелия Начертил В космосе Две окружности Взял Их Полусум И у нас Получился Результат Что Каждая орбита По оптимальной Сферической Траектории В точках Афелия И Перигелия Соединяет В пространстве Две Правильные Окружности Описанные Данными Полуосями Радиусами Из центра фокуса Солнца И равна Полусуме Длин данных Окружности То есть Если мы Из точки Солнца Описываем Радиусом Афелия И радиусом Перигелия Окружности Вставляем Между них Орбиту Земли И она Касается Одной Окружности Радиусом Афелия Другой Радиусом Перигелия То есть Малой окружности Радиусом Перигелия Когда мы Высчитываем Длину Окружности Радиуса Афелия Радиуса Перигелия и делим это напополам мы получаем длину окружности нашей планеты все элементарно на пальцах все это считается пойдем далее теплер доказывает что то есть по теории кеплера при приближении например планеты к солнцу скорость увеличивается при удалении уменьшается то есть я как раз вот тоже как бы корректирую то есть я например вот то есть я щас вкратце среднесуточная скорость планеты я я доказываю что среднесуточная скорость планеты и среднесуточная площадь заметаемая радиусом вектором планеты за равные промежутки времени равны или одинаковы то есть кеплер говорит что скорость меняется но в то же время он дает закон второй закон кеплера что за одинаковые промежутки времени радиус вектор планеты заметает равные площади я корректирую этот закон и добавляю что за одинаковые промежутки времени планета заметает равные площади то есть то есть добавляю что среднесуточная скорость планеты она равна ну то есть вот я ввожу такую формулу то есть у нас например планета от радио ну как от точки весеннего равноденствия до точки осеннего равноденствия проходит за 84 6 суток но это все астрономические наблюдения на протяжении многих лет а зимний сектор эклиптики она проходит за 78 85 суток разница 7 суток 7 и 55 суток то есть вот если мы построим отношения ну то есть путь то есть как время летние к времени зимний у нас получается здесь формулу путь пройденный летом и путь пройденный зимой а здесь у нас получается радиуса фили и радиус перигели если отношению вот эти я как сказать это так разделить это друг получаем в конечном итоге вот эту сумму то есть она будет во всех случаях одинаковая то есть когда у нас мы например знаем длину нашей как сказать ну астрономической единицы то есть 149 и 6 километров то есть если мы как сказать рассчитываем длину окружности через это понятие у нас получается радиусом орбит ну то есть длина окружности орбиты земли равно 939 километров 960 720 километров путь летний у нас получается вот такую цифру имеет путь зимний такую и мы короче когда все эти отношения составляем у нас если мы отнимаем путь я так бегом это все чтобы успеть если мы отнимаем от пути летнего путь зимний у нас получается в остатке как бы сказать число так если это число так путь летний минус путь зимний ну то есть отнимаем и делим на число пи у нас в остатке получается 6000 6 миллионам сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто пять километров то есть то есть получается в сухом остатке число которое по моим расчетам является разностью у нас сейчас по современным понятиям то есть существует как сказать разница разность между радиусом афелия перигеля всего пять тысяч пять миллионов километров у меня получается в моих формулах 6 миллионов сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять и четыре километра то есть ну то есть я для примера приводил расчеты то есть по нашим классическим параметрам перигели сто сорок семь миллионов километров афели сто пятьдесят два и два когда я вот проводил свои расчеты второй расчет я по подсказке древних архитекторов брал например 140 что то есть высота пирамиды хеопса 146 и 6 то есть я брал расчет сто пятьдесят два шестьсот который ну как стать радиус афели и 146 600 радиус перигеля то есть я рассчитывал каждый градус каждый и у нас как бы получалось все равно то есть они не совпадали что ну то есть не совпадали с тем то есть у нас если вот путь летний путь зимний отнять получается 755 я делал расчет они немного не совпадали то есть как бы вот у нас сфероид земной орбиты вот это радиус большая ось и земной орбиты вот радиус 1 это радиус перигелия радиус 2 радиуса фили то есть а если мы этими радиусами очерчиваем вот нашу орбиту то у нас получается две окружности одна внешняя окружность а другая получается как бы ну внутренняя окружность и вот дуга нашей орбиты она равна четко полусуме длин данных окружности но по закону кеплера например вот у нас за 178 и 85 суток например земля проходит зимний путь то есть это вот эта площадь потом летом у нас например радиус вектор за 178 и 85 суток проходит такую же площадь то есть по закону кеплера то есть площадь с 1 равна площади с 2 но наша планета не успевает дойти до конца своей орбиты остается например 755 суток то есть площадь с 3 так вот эту площадь с 3 планета проходит за 7 55 суток если мы возьмем среднесуточную скорость то есть как по закону кеплера получается что когда земля проходит точку перигелия то есть вот эту точку здесь площадь скорость выше если здесь скорость меньше но если мы тогда когда мы берем расчет свой то есть вот у нас площадь которую от точки весеннего до точки от точки осеннего равноденствия до точки весеннего равноденствия планета проходит за 178 85 суток потом за 185 за 178 85 суток она проходит вторую то есть площади равны получается что если мы возьмем среднесуточную скорость то есть и рассчитаем то есть среднесуточная скорость у нас получается что на этой заметаемой площади на этой заметаемой площади одинаковая то есть когда мы делаем разность и вот этот отрезок который у нас получается мы делим на 755 у нас получается четко укладывается что вот этот оставшийся отрезок пути который планета проходит за 755 суток он четко укладывается в эти позиции то есть что скорость планеты что вот на этом отрезке орбиты вот и на этом отрезке орбиты она одинаково то есть я доказываю что наша орбита не является эллипсом она является окружностью то есть только в этом случае при смещении центра то есть у нас получается вот такие значения то есть это его как считал раньше то есть на предыдущих занятиях то есть когда у нас путь летний отнять от пути зимнего то есть у нас получается отрезок 19 миллионов разделить на среднесуточную скорость планеты мы получаем в сухом остатке 7 суток 7 и 5 и 4 9 9 9 9 то есть там практически там но это визуально и как то туда 755 то есть все параметры совпадают то есть скорость орбиты я доказал она одинакова на всех участках этой орбиты то есть нету никаких увеличений и при эллипсе это возможно при окружности нет никаких не увеличений и уменьшений то есть планета движется с одинаковой скоростью то есть когда эти плане ну как когда эти расчеты так так то есть ну вот я потом когда вот эти расчеты сделал у меня получилось что вот я составил отношения путь летний к пути зимнему количество суток количество суток и у нас получился вот этот сухой остаток потом мне нужно было вычислить разницу между радиусом афелия радиусом перигели я когда под подставил то есть все эти значения у меня в конечном итоге получилось что радиус афелия то есть у нас сегодня то есть 147 миллионов километров у меня 146 километров по 146 тысяч 507 652 и 3 километра только при этом значение то есть вот эти как бы сказать то есть мы вот эти отношения составляем как сказать соотношение суток соотношение километров пути соотношение радиусов и у нас получается остаток одна целая 4 т т т т т т то есть она может быть только вот в таком положении другого положения не существует то есть радиус перигелия то есть может быть вот при таких параметрах то есть и суточных и километровых то есть только 146 507 то есть ни в коем случае не 147 километров как на сегодня у нас принято то есть я считаю что ну то есть тут тут в общем то легко все считается легко проверяется то есть но у нас еще есть отношение то есть для логического завершения то есть наших вычислений мы еще можем составить отношения 365 суток то есть длина как сказать наши в суточном выражении наши орбиты разделить на 755 длина нашей орбиты разделить на остаток разницы между как сказать путем летним и путем зимним и и большая ось наши орбиты разделить на разность между радиусом афеля и перигеля у нас получается вот такое число 48 377 и так далее то есть у нас одна одно число 1 0 4 2 48 77 то есть почему я вот на эти цифры обратил внимание то есть у нас каждый год весеннее равноденствие наступает раньше чем прошлом году на 20 минут 24 секунды в угловых и в угловых единицах измерения смещения составляет 50 и 3 десятых секунды в год один градус угловой 71 и шесть десятых года то есть если вич и величину 48 377 разделить на 1 0 4 мы получаем 50 и 4 то есть десятых то есть она практически равна то есть угловому смещению 53 секунды в год если мы величину 48 разделить но на вторую величину на 1 0 4 у нас получается 46 41 то есть что практически равно величине максимального отклонения земной оси в период ну как полного цикла прицессии то есть далее мы эти цифры рисуем рис да 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 все осталось вот эта схема интересная все все я попытаюсь вот если мы в пространстве рисуем положение земной оси на сегодняшний день а это положение в пространстве на 13 тысяч лет удалено когда земная ось на 46 градусов вот по моим расчетам 4624 у нас получается то есть плоскость экватора плоскость 30 параллели через них мы проводим как бы сказать соединяем в пространстве эти ну как сказать лучи проводим у нас в середине образуется так называемая пирамида тут тут у нас от на отклонение 2312 и тут 30 параллель 30 общее отклонение составляет 53 градуса 12 минут это центральная пирамида хефрена которая у нас стоит на плата гиза здесь у нас образуется треугольник этот треугольник имеет градусы 30 градусов 46 43 и 60 то есть что это такое 30 градусов это положение звезды как полярная на плата гиза 4624 максимальное отклонение за период космического года 43 градуса 36 минут положение звезды sirius над горизонтом плата гизы 60 градусов положение небесного экватора и звезд пояса ориона над положением плата гиза то есть такая композиция про из пресс ну как создается только однажды в 26 тысяч лет именно сна в наше с вами сегодняшнее быть ее если мы например ну как это у нас сечение по плоскости солнцестояния то есть плоткость телец скорпион посередине у нас идет ось равноденствий то есть что представляет ось равноденствий человек лев то есть у нас пирамида центральная на плата гизы как бы сказать расположен что напротив пирамиды находится сфинкс то что представляет из себя сфинкс сфинкс представляет собой человека льва а ось равноденствий тоже человек лев то есть я предполагаю то есть что наши древние как бы сказать архитекторы данной пирамиды они заложили вот этот рисунок в основу своих композиций то есть вот у нас плата гизы центральная пирамида хефрена 5312 пирамида хеопса 51 52 у меня 51 48 получилось ну пирамида хефрена тоже 51 но я просто говорю что на мой взгляд то есть что вот те алгоритмы расчетов которые я использовал при сферической системе например как бы расчета то есть если я убрал из расчетов ellipse у меня получились вот такие композиции которые возможно при строительстве пирамид были заложены в основу как бы сказать строительство пирамидального комплекса плата гиза в принципе на доклад сейчас хочу вопрос пожалуйста пожалуйста вот и при своих рассуждениях учитывали что земля это не шар не не геоид или эллипсоид то есть вы гравиметрию учитывали что есть существует системы нигде не просто геодезическое есть топа гид топа центрической гидро центрической где учитывается и массы где учитывается дело в том что я как бы когда писал эти работы я просматривал все эти системы но дело в том что нигде не у кого вы выбрали колоссальную работу но вы буквально выполнили работу наших пукву сети по кулковской обсерватории и других обсерваторий ведь отслеживают для чего работают обсерватории они отслеживают эти изменения и орбит и и положи и значит и сами и самих планетных тел потому что нет ничего точного есть только приближение и учитывается обычно надо понимать это иска от какой эпохи мы идем и сегодняшнюю эпоху учитывать но работа вы выполнили колоссально и любая обсерватория вам просто вас руками ногами заберет свои да я с удовольствием я хочу найти людей кто бы заинтересовался моими я живу на дальнем востоке поэтому там ничего нет то что я рассчитал это как сказать плод моих как я я не считаю что я это сделал я просто считаю что я проводник через который земля нам дается данная информация и и и плоскость на оберни наш наша земля по форме является я я не считаю или сам она как бы плоскость ой не плоскость шар то есть я считаю что не ну степень сжатия всего 0,3 процента то есть представьте фигуру 0,3 процента сжатую мы визуально никак не определим я хотел тот же вопрос заделал что когда вот все эти вот вот дубовский вы может тоже скажет если на ракеты там всегда укладываются какие-то куча поправок я их не знаю не бежишь но у геодезистов у них никогда нету то они никогда не рисуют а шар у них там поправка 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 нет я вас я я вот самое существенное что тут сказали да что распределение масс земли гравитационное поле земли это такая мы вообще я не об этом я не по массам докладе я делал по пространству по способу измерения пространства то есть я заложил конкретные геометрию я просто изменил понятие элипса на понятие окружности и все получилось все на пальцах получили все правильно но кроме того что вот это вот правильного работа большая интересно независимая то есть это но я не хочу сказать что велосипед и запретил просто вот это план обсерватории маятся с этим без конца все время вносят поправки какие-то из наблюдения за астрономии это сама и плюс еще они делают гравитацию вот нет гравитация вот я говорю вы сделали геометрию чисто туда я сделал родители вашу я показал что существенная работа люди которые интересны что люди которые проектировали вот и вы конечно вам надо просто звонить и говорить ребята вот посмотрите это это прецессия то есть здесь вы все правильно и и это доказательство того что ну во первых что земля живая это это еще мы не мы не очень понимаем вот мы тут будет петров николай васильевич говорить но тоже него не все поймут но речь идет о том что все где мы живем на планете мы живем солнечной системе мы живем в галактике наши скажем мы вечный путь это все живые элементы эти живые элементы не под не под не под не подчиняются строгим математическим закономерностям они вероятностны я согласно какие поправки нет я согласен я просто говорю что существует иной путь расчетов вот этих вот параметров я просто предложил посмотреть на эти расчеты с другой стороны то есть со стороны окружности и все легко получилось но я просто хочу еще и и но я просто я почему почему я например пытаюсь до человечества достучать вот эти вот параметры почему у нас каждый год нас пугает летит астероид тот летит астероид этот если у нас неправильно рассчитана орбита то у нас колоссальные могут быть ошибки то есть могут вот прилетел например астероид ой вернее да вот этот метеорит на мой день рождения в то место где я родился 15 февраля 13 года когда я окончил вот эти работы прилетел метеорит именно в ту местность где я родился в челябинской области город садка я родился 15 февраля он прилетел туда и как бы поставил . у моих расчетах я понимаю но я то уже в это время жил на дальнем востоке они промахнулись я ходил есть что непонятно наверно хотели значит орбита земли круг да по моим расчетам до круг теперь дальше мы находимся афелия меряем расстояние до солнца затем перигелии меряем опять они разные у астрономов да ну какой же то круг на эллипс нет если мы например возьмем на эллипсе точку и возьмем на круге точку которая находится не в центре она смещена и рассчитаем параметры то есть вот как вот я сказал скорость рам я же вам доказал что вот скорость на равных участках отрезка равная и только вот именно такая композиция на окружности тут любой математик возьмет на окружности поставить точку которую я обозначил и рассчитает площади всех вот этих как сказать ну попут по тем законам которые существуют то есть радиус вектор заметает равной площади этого можно добиться только на окружности на или всему не набьем все вот этих вот хорошо а как же расстояние в афелии перигелии так я же да я я же как раз вам стоят и разные так я пойду я же вам объясняю что расстояние разные но скорость движения одинаковые у нас понимаете в чем дело площади заметаемые тоже одинаковые тоже одинаковые то есть по расчетам получается что вот у нас все считают орбиту эллипсами я ее изобразил в форме круга но круг этот имеет как сказать радиус здесь один радиус здесь два он сдвинут но скорость движения планеты по этому кругу она одинаковая и вот эти площади которые заметает радиус вектор он может быть как сказать закон кеплера соблюден только в одном условии что это будет окружность если это будет эллипс то мы площади никак не совместим то есть это может быть рассчитано только на модели окружности совместимы для эллипса вы поработаете еще дома поедете на дальний восток и еще там посидите год и поймете что выполняется я все понимаю но при условии то есть если мы если мы например принимаем 147 миллионов километров и 152 и 2 мы подгоняем то есть как бы эти площади из мы подгоняем ту позицию что меняется скорость а если мы выполняем то есть вот этот расчет и закладываем то есть у нас получается что совпадают и скорость совпадает и площади совпадают все складывается в одну единую модель только расстояние между фокусами у меня больше чем расстояние которые приняты сегодня вот и все я просто показываю иной способ глядеть на ту же ситуацию но заложив в основу не модель эллипса а модель окружности и сжатая окружность эллипс сжатая окружность это одно и то же эллипс это не сжатая не просто сжатая окружность эллипс определенная фигура есть ну как получается эллипс хорошо ладно эллипс это множество точек так вот которая приладает определенным свойством таким что расстояние до двух точек называемым фокусами является влеченной постоянной нет я согласен но мы берем эллипс не просто я не об этом я не об этом это еще два фокуса это мы просто представляем сечение вот мы берем цилиндр да сечем его плоскостью почему мы не получаем при сечении плоскостью то есть сжатую окружность а почему мы получаем эллипс я не знаю например нет но я просто говорю вот у меня как раз следующий вопрос сечения плоскости когда вы окончите значит оставим в покое эллипс как две окружности правильно большая и малая оставим покоя вопрос такой какова физическая природа появление если вы не любите слово эллипс афелия и перигелия разных расстояний с одной стороны по звездам от солнца и с другой стороны физическая сущность вы имеете причину почему например сместилась планета ну как почему например почему не по кругу почему не по кругу ну вот без а я спрашиваю нет ну ты не знаешь что ли божественное влияние нет ну пускай это самое он столько работы сделал нет я просто хочу я я например так это хороший вопрос нет хороший вопрос давайте я отвечу я например написал работу дальше это я всего вот уложил вот в этот скомпоновал то есть моя работа есть космический календарь который регулирует процессы то есть похолодание и потепление на земле то есть если мы в данной точке находимся и у нас например суммарно в летнем периоде лет весенний летний период то есть солнце находится на 755 суток в год дольше когда мы например умножаем этот ну как сказать параметр на 1075 на 100 получается 750 почему происходит потепление потому что в данной точке ну когда находится наша земля то есть у нас по моим расчетам этот период называется ну как сказать лет ну как лето космическое лето в северном полушарии через 13 тысяч лет то же самое наступит в южном полушарии и когда вот этот радиус радиус например орбиты разный я пытаюсь рассказать то что я вижу то есть происходит что сначала у нас прогревается как сказать одно полушарие потом прогревается другое полушарие но передает свет да 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 мне вопрос но когда она для объясняет то есть это это я просто вымисло ее точки зрения пытаюсь рассказать но когда у нас количество солнечных дней находятся одинаковое в южном и северном ну как сказать полушарии то в этот премьер в это время на земле наступает похолодание то есть когда количество дней то есть шапки полюсов наступают то есть идет охлаждение земли и это тоже период ну как бы по моим расчетам охватывать 6 половиной тысяч и давайте мы просто возьмем нашу историю 7000 лет назад где находили все самые развитые цивилизации на экваторе то есть потепление наступило неоднозначно не от за один день за 7000 лет мы все с вами сместились то есть все основные наши развитые страны находятся от 40 до 60 градуса северной широты то есть кстати вот макрос про хочет практически находимся на на крайней точке санкт-петербург до плата гизы 30 мы 60 за тот промежуток времени произошел исторически то есть мы сместились на 60 с египта до сейчас чем ближе к полюсам подходит человечество тем интеллектуальный потенциал человечества возрастает когда происходит эпоха по холодание человечество движется от полюсов к экватору что происходит идет деградация сознания то есть если мы возьмем историю да мы просто к истории вернемся почему как вот некоторые ораторы говорили физики не знают музыки музыканты не знают химии историки не знают физики то есть мы специалисты в какой-то одной области если мы это все в кучу соберем то есть и сделаем какую-то ну будем говорить так анализ у нас получается что то что происходит с землей она периодически то замерзает то оттаивает и человечество мигрирует как гуси лебеди то они весной летят на север зимой летят на юг чего им не жить то на юге там же болото там лягушки там еды вов но для чего они летят на север то есть когда они производят детей на севере то есть выживаемость и как сказать приспособленность этих поколений гораздо выше и человечество когда она мигрирует на север она становится более сильным жизнеспособным интеллектуально развитым и выносливым то есть все последние достижения земных вот этих интеллектуальных сообществ то есть все раз новейшие разработки приходится на северян те кто живет на юге они относятся к тем странам которые потребляют интеллектуальный продукт северян ну может я не прав похолодание потепление наступает от того что солнце посылает то больше тепла то меньше это термоядерный синтез внутри солнца этого никто никаких закономерностей не существует мы наперед потому что мы наперед не знаем какие следующие вещества это будут я вам я вам я вам много тепла выделят или меньше я вам показал что есть суммарный эффект 75 суток у нас потом через определенный поворот орбиты через определенный поворот орбиты у нас количество солнечных дней в той или иной гемисфере изменяется когда изменяется количество про всю землю я тебе объясняю про всю землю что как раз северные территории сейчас прогревается сильнее а зимой радиус перигелия не позволяет остывать планете почему у нас это по тени года нет эпоха по 26 тысяч лет я объясняю что почему это происходит летом мы находимся дальше и у нас количество солнечных дней больше зимой мы находимся ближе к солнцу и она не дает остывать земле но когда земля поворачивается то есть точка весеннего равновесия переходит в другую позицию то есть ось равноденствия меняется с осью солнцестояние у нас происходит что количество солнечных дней в северное и южное одинаково и у нас получается что в этот момент начинается остывать полюса то есть у нас солнце находится в другой и земля находится в других радиусах других позициях это сейчас мы находимся в этой позиции сейчас у нас вот произошло и сейчас у нас произошло то что однажды за 26 тысяч лет поезд царя ориона и поезд небесного экватора соприкоснулись то есть мы сейчас живем знаменательную эпоху то есть боги взошли на свои небесные троны и вот это как сказать кульминация она была ожидаемо все ожидаемо всеми народами мира но народы этого до конца не помнят они называют конец света это не конец света это конец одного великого цикла и начала нового цикла то есть как закончилась божественной но не физически нет но дело не в этом это это было предназначено теми кто построил нашу планету то есть я считаю что есть выше руководители которые создали нашу планету мы их называть можем как хотим но она построена так ну давайте считать при но она так изумительно построена что она то охлаждается то нагревается что закономерности в охлаждениях нет ну это вы считаете что нету я понимаю я понимаю хорошо кто измерял эти полтора километра вот так я а кто такой ученый я понимаю кто такие ученые это мы с вами мы можем не соглашаться можем если мы возьмем у нас существует наука гляциология когда кернами кернами бурят лед антарктиды у нас вот есть такие расхожие понятия что у нас полюс смещается то не смещается почему антарктида на одном месте остается как не дает четыре километра до четырех километров и они и они по отложениям в этих кернах пошли детали у вас геометрия мобильная связь на мозговую деятельность я по профессии я по профессии доктор вы ко мне подойдете я постараюсь вам объяснить я последние 27 лет занимаюсь как сказать медицинской практикой я до всех вылечим большое спасибо поди к вам